Участниками победных мастер-классов стали воспитанники ансамбля «Родная песня». Ребята пришли всем коллективом, чтобы приобрести новые навыки. Вы знаете, это не случайно, потому что мы в своей работе с этим коллективом созвучны. Это любовь к родине и к памяти традиций наших предков. И сегодня в 39 семьях нашего Нефтьюганска появятся символы памяти о тех годах. Всего подготовили около пяти идей. Что именно будут делать ребята, зависело от возраста. Они у всех разные. У кого-то глина, у кого-то дерево, у кого-то шитьё. А у нас вот такие вот замечательные подделки из картона. Я одна из быстрых сделала, но вначале я вырезала долго эту девятку. Но было всё хорошо. Для так называемой средней группы небольшая брошь. В её основе символ праздника – георгиевская лента. Я делала брошь, которую сейчас надела. Делать было не очень долго, быстро. Некоторые делали долго, но кому-то легко. Мне очень понравилось, потому что я люблю мастер-классы всякие. Ну а самые старшие мастерили куколку-оберег. Когда-то на Руси она была талисманом, а в этот раз надела солдатскую форму и стала символом Дня Победы. Мы из ткани и ниток изготавливали солдатиков, обворачивали нитками ткань, также шили пилотку и флаг. Мне очень нравится, что мы сделали эту куклу своими руками. Она оставит прекрасные воспоминания об этом дне. В ответ на мастер-классы ребята поблагодарили специалистов своим творчеством. Станцевали вальс и исполнили песни. Про того, которого любила, про того, чем не смотрела. Екатерина Балакина, Рамазан Бурниев, телерадиокомпания Юганск.